Добрый день, уважаемый президиум! Мы сегодня все понимаем, что развитие лучевой диагностики, выявление мультицентричного процесса у больных рака молочной железы, оно очень важно на доклиническом еще этапе, когда планируется либо хирургическая, либо лучевая терапия. Сейчас мы поговорим немножко, что такое мультифокальный и мультицентричный рак глазами лучевого диагноста. По рекомендациям ТНМ, мультицентричный процесс – это особый тип опухоли, который представлен двумя или более узловыми образованиями, расположены в разных квадрантах молочной железы. И мультифокальный тип опухоли – это когда мы находим два и более узловых образования, расположенных в одном квадранте молочной железы, но расстояние между ними не должно превышать 2 см. На данном слайде вы видите все методы лучевой диагностики, которые используются для визуализации молочной железы. Это маммография, ультразвуковая диагностика, магнитная резонанса. И в последнее время, как дополнение к ним, а иногда и основной метод, используются еще и радионуклеидные методы диагностики. В последнее время хочется сказать, что у нас используется не один метод для диагностики, потому что молочная железа – маленький орган, но очень сложен для лучевых диагностов. А подход должен быть мультимодальный, то есть комплексный и комбинация нескольких методов. Причем каждый из этих методов обладает еще мультипараметрическим подходом, о которых я хотела сегодня вам и рассказать. Маммография. Как же мы оцениваем мультифокальность и мультицентричность? У нас есть так называемая линия, которую мы проводим через сосок. На крайне у каудальных у нас молочная железа делится на наружный и внутренний квадрант, на медиалатеральный – также линия, проведенная через сосок под прямым углом большой грудной мышцы. У нас верхний квадрант и нижний. Узлы, которые располагаются в разных квадрантах, оцениваются как мультицентричность. На этом снимке представлена маммограмма мультифокальной формы рака молочной железы. Еще один пример. Я вам показываю, что у два узла располагаются в одном верхненаружном квадранте, расстояние между которыми не превышает 2 см. Это пример мультицентричного рака. Мы видим три узловых образования, которые располагаются в разных квадрантах. Все хорошо, когда у нас неплотная молочная железа, которая соответствует А и Б типам. Но чем выше плотность молочной железы, тем меньше вероочувствительность для выявления рака молочной железы. И в то же время больше риск возникновения рака, так как сама плотная железа уже является предиктором возникновения рака молочной железы. И при Д типе она достигает до 37%. На этом слайде я хочу вам показать гетерогенно-плотная молочная железа, которая соответствует С типу. Что нам делать? Мы, конечно же, можем выполнить с вами прицельные снимки с увеличением. Но дадут ли нам они полный ответ? На самом ли это деле? У нас существуют два узла или нет? У нас есть дополнительные методы, как мы называем, мы говорим о мультипараметрическом подходе уже к исследованию молочной железы. Это томосинтез. На томосинтезе, который нам даст уже ответы, действительно, у нас есть один только узел, и это не мультицентричный процесс. Что же такое томосинтез? Это послойное изображение молочной железы. Когда мы получаем его при неподвижной молочной железе, находящейся в стадии компрессии, причем компрессия при томосинтезе, она меньше при цифровой маммографии, и трубка наша движется вокруг неподвижного объекта. Мы получаем ряд слайсов, иногда до 50 штук, которые отправляются на станцию врачу, и врач уже получает объемную реконструкцию молочной железы в объеме. Самое главное отличие цифровой маммографии – это в том, что целый орган в объеме у нас представлен в виде томограмм. Вы видите, что у этого метода очень хорошая специфичность, которая достигает для выявления мультицентричного процесса до 89%. Это я хотела показать следующим стаэтом вам пример. Мультитомосинтеза, плотная молочная железа, С-тип, мы выявляем один узел, в сутуле которого имеются точечные кальцинаты. У пациентки выполняется серия томограмм, которые мы можем дальше себе представить в виде уже снимочков, и выявляются два узла. Один узел представлен в виде узлового образования с кальцинатами внутри, второй в виде нарушения ткани архитектоники с плотным центром. Мультицентричная форма рака. Следующим мультипараметрическим методом маммографии является контрастная. Хочется сказать, что контрастная маммография, скорее всего, в будущем оттеснит все другие методы и будет превалировать. В чем ее преимущество? В том, что она используется при помощи контрастных препаратов. Это неионные контрастные препараты, которые вводятся в вену. Дальше исследование не отличается от цифровой маммографии. Делается по два снимка каждой проекции с низкой энергии, то есть мы получаем обычные наши рентгеновские снимки, и высокоэнергетические. Затем аппарат сам делает нам вычитание одной энергии с другой, и мы получаем постконтрастные изображения. Сейчас я вам приведу примеры. Вы сразу поймете разницу между цифровой маммографией и между постконтрастных изображениями. Плотная железа. Мы можем подозревать, что здесь есть узел, но что после постконтрастных имеется два узловых образования, конечно, на цифровой маммографии мы даже не можем подозревать. Это мультифокальная форма рака. Следующий пример. Плотная молочная железа. У нас есть тракция соска к узловому образованию. Выставляется унифокальный рак, то есть один узел. На постконтрастных изображениях вы видите три узловых образования, которые располагаются больше, чем 2 см друг от друга, и это уже мультицентричный процесс. Следующий. Вот очень показательно. Так выглядит на плотной ткани молочной железы опухоль, которую мы диагностируем. И второй узел, конечно, мы можем подозревать, но сказать, что это второй узел, на цифровых маммограммах невозможно. На постконтрастных изображениях вы видите два узловых образования, которые располагаются близко друг к другу, мультифокальный рак. И еще очень интересное исследование. Большая опухоль, которую все поставили, но на постконтрастных изображениях выявляется маленький узелок, который располагается в разных квадрантах молочной железы, и это мультицентричный процесс, соответственно, совершенно другое лечение этой пациентки. Этот слайд я специально поставила, потому что, да, это рак, и здесь есть несколько узловых образований. Но сколько их? И является ли каждый из этих узловых образований опухолевым узлом? Или же это остаточная железистая ткань на фоне плотной ткани? Не скажет вам ни один рентгенолог. Что нам делать? У нас есть следующие методы исследования. Это метод исследования, называется ультразвуковая диагностика. Он очень прост. В серошкальной шкале. Вот я вам поставила видео. Можно посмотреть, как датчик идет. Столько узловых образований в молочной железе и выявлено. У этой пациентки было выявлено 13 узлов, которые располагались по всей молочной железе. Мультицентричный процесс. Как я уже говорила, подход к любому методу. Он у нас сейчас мультипараметрический. И УЗИ, оно использует, кроме серошкальной шкалы, использует еще доплеровское картирование и соноэластографию. Соноэластография, она оценивается двумя типами оценки. Это качественный при помощи цветового картирования. В данном случае синий тип, это очень плотный узел. И пятый тип, и шестой тип, ой, четвертый и пятый тип, которые очень плотные, это злокачественное образование. И меряется еще количественное. Количественное – это индекс 3-речо, который в молочной железе имеет пороговое значение. Оно равно 4. Все, что будет больше 4, это злокачественное образование. И сейчас в ультразвуковую диагностику также вошли контрастные препараты. Эти контрастные препараты, они отличаются от методов лучевой диагностики тем, что они не йод-содержащие. Они состоят на основе пузырьков газа. Размер их не больше диаметра эритроцита. Хорошо разносится кровью в патологические очаги. И исследование, что хочется ответить, оно во времени. То есть врач ставит датчик, вводится контрастный препарат. И по характеру накопления можно сразу сказать, какое это образование – злокачественное или доброкачественное. В данном случае посмотрите, какое быстрое накопление контрастного препарата и очень быстрое вымывание. То есть это третий тип спекулообразный, который соответствует злокачественному образованию. Следующий мы подошли к так называемой нашей тяжелой технике. Она очень хорошая. Это магнитно-резонансная томография, которая не зависит от плотности ткани молочной железы. И ее выгодно отличает это от рутинной цифровой маммографии. Но используется она при помощи специальных томографов. Полутора-трех тесловых. Сейчас есть 7 и 10 тесловые аппараты. Обязательно специальная поверхностная катушка. И в положении пациента на животе. Для того, чтобы было правильно выполнено это исследование, должны четкое выполнение методики. То есть протокола исследования. Мультипариметрический подход. Сейчас я вам расскажу о нем. И сейчас вводится уже методика диффузно-взвездочного изображения. Но это как скрининговая. Больше, чем диагностическая. Значит, все исследования, оно проходит как динамическое контрастирование молочной железы. Что оно дает? Оно дает серию МР-изображений до, во время и после введения контрастного препарата. От чего зависит накопление контрастного препарата в патологическом очаге? В первую очередь, это от перфузии самого образования, от проницаемости сосудов и, конечно же, от объема внеклеточного и внесосудистого пространства. Все это дает возможность дифференцировать от доброкачественной, от злокачественных образований. При помощи построения так называемых типов кинетических кривых. Вот на данном слайде существует три типа кинетических кривой. Первый тип – это плавное накопление контрастного препарата в течение 7-10 минут. Соответствует оно доброкачественным образованием. Третий тип – это соответствует злокачественному образованию. В первую минуту быстро накапливает и быстро вымывает. И вот самый плохой, наверное, или такой вредный тип – это второй тип, который 3-4 минуты он накапливает и выходит дальше на плату. Вот этот тип кинетических кривой, он может соответствовать как злокачественным, так и доброкачественным образованием, за счет чего МРТ очень хороший метод, но за счет вот этого второго типа накопления препарата у него очень много ложноположительных результатов. И, конечно же, в дальнейшем это постпроцессорная обработка, которая включает в себя построение МИП-реконструкции. Это для оценки сосудистой сети вокруг образования. Мы видим образование мультифокальное, и прям как сосуды, они подходят и отходят от данных. Мы видим лимфатические узлы, которые также накапливают контрастный препарат. И дальше после МИП-реконструкции обязательно выполняется еще построение перфузионных карт. Вот построение перфузионных карт, оно, конечно, на качественном уровне улучшает диагностику и намного чувствительней, чем постконтрастные изображения. Мультифокальная форма рака молочной железы. И два буквально примера. Это пример у нас мультифокальной опухоли молочной железы, сагитальная проекция. Это построение перфузионных карт. И следующее – это мультицентричный рак. Вы видите два узла, которые располагаются в разных квадрантах молочной железы, имеется отек молочной железы. На перфузионных картах стопроцентное накопление препарата. Но хочется сказать, что у МРТ при выявлении мультицентричного процесса достаточно низкая специфичность. И вот эта специфичность, она как раз таки и связана с большим количеством ложноположительных результатов, которые получаются при магнитно-резонансной томографии. Следующий метод, мы уже говорили, это родонюклеидные методы диагностики. Я немножко расскажу о мамосцентеграфии, которая используется стомаротропным радиофарм препаратом, технеотрилмичным технецием. Он вводится внутривенно, чаще всего в дорзальную вену стопы для исключения билатерального процесса. Это липофильный катион, который накапливается в митохондриях опуликовых клеток и является маркером метаболической активности. Выполняется он двумя методами. При помощи гамма-камер и при помощи аффект-КТ. Это гибридные аппараты. Я их сейчас покажу в следующем. И опять-таки используются две оценки. Как качественные, то есть это накопление самого препарата есть он, нету, края, размеры, но и количественные. Существует полуколичественная оценка анализа, и на котором вы видите по схеме, что если коэффициент опухоль фон больше, чем 1,4, то вероятность возникновения рака молочной железы, она больше, чем 95%. Следующим слайдом я хочу показать, это уже гибридная гамма-камера, совмещенная с компьютерным томографом. Она очень интересная, потому что, наверное, эти методы более чувствительны для выявления мультицентричного процесса и распространенности. Я вам покажу сейчас несколько видео, из которых вы увидите, что за одно исследование, можно сразу сказать, является злокачественным эти образования или доброкачественным, имеются метастатические или не имеются метастатические лимфатические узлы. Мультицентричный процесс, вы видите узлы, которые располагаются в разных квадрантах молочной железы, и тут же специально мы вам поставили показать, что у этой же пациентки имеются лимфатические узлы в акселярной области, которые накопили также фармпрепараты, они являются метастатическими. При этом я поставила снимки этой же пациентки, плотная молочная железа, где выявляется только один узел. Пример вам мультифокального процесса ракомолочной железы. Мы видим два узловых образования, расположенные рядом с друг с другом, и лимфатический узел. У него тоже так же мы видим. Это все в движении, во времени, когда можно оценить наличие одного, двух, трех. Если же даже мы ставим переоценку больше узлов, но при мамосцентеграфии они не накапливают, вероятность того, что их там нет, лежится к 95%. Хотя мамосцентеграфия, она обладает, как и ряд преимуществом, но и своими недостатками. Эти гамма-камеры, которые я вам показываю, они имеют свои ограничения. У меня в размере опухоль 5 мм и меньше. Сейчас есть уже специализированные гамма-камеры, но в России их еще не существует. И этот пример я хотела бы сказать билатеральности. Приходит пациентка, явный рак молочной железы, унифокальная форма, левой, но на правой молочной железе мы выявляем два узелочка очень подозрительных на опухлевый процесс, причем они располагаются, как вы видите, в разных квадрантах, то есть это мультицентричное. Пациентка отправляется на АФЭКТ, мы подтверждаем в левой молочной железе унифокальный и в правой молочной железе мы подтверждаем, что это мультицентричный процесс. То есть это билатеральный синхронный рак молочной железы с мультицентричным процессом в правой молочной железе. И сейчас я хотела вам показать, что у нас была большая работа, проведенная в институте, где было исследовано 437 женщин, из них 367 после исследования имели злокачественный процесс, 70 либо вообще не имели изменений в молочной железе, либо это был верифицирован доброкачественный процесс. Все эти пациентки 367 были прооперированы, после операции им гистологически было подтверждено, что 320 имели у нас унифокальный процесс, то есть однофокусно, и в гистологическом материале у 47 женщин был подтвержден мультицентричный процесс. И на этом слайде хорошо видно, что именно всем пациенткам проводилась и цифровая, и ультразвуковая диагностика, и мамосцинтиграфия. Вот на этом слайде видно, что самая высокая чувствительность, она присуща мамосцинтиграфии, и в два раза больше, чем цифровая мамография, которая зависит от плотности ткани молочной железы, и от ультразвуковой диагностики. Это знаете почему? Потому что ультразвуковая диагностика – это очень хороший метод, но он оператор зависимый. Поэтому проанализировать эти данные можно предположить, что при планировании пациентов на органосохраняющую операцию, то, наверное, хирургам больше надо ориентироваться на мамосцинтиграфию, так как у нее самая высокая чувствительность для выявления мультицентричного процесса. Не надо ориентироваться на мамографию и ультразвуковую диагностику. И несмотря на то, что комбинация мамографии и мамосцинтиграфии дала очень высокую чувствительность 93,6, но тоже на нее не надо ориентироваться, потому что при этом увеличивается количество ложноположительных результатов. Если увеличивается количество ложноположительных результатов, соответственно, увеличивается количество ненужных мастэктомий. Но комбинация мамосцинтиграфии и мамографии нам дает очень высокую отрицательную прогностическую точность. Поэтому мы можем рекомендовать эту комбинацию для планирования парциального лучевого лечения на ложе оперативного вмешательства. Поэтому хочется предложить вам такой алгоритм совместного использования мамосцинтиграфии и мамографии при выявлении мультицентричного рака молочной железы для выбора тактики лечения. Если мамосцинтиграфически выявляется мультицентричность, пациенты идут на мастэктомию. Если при мамосцинтиграфии у нас отрицательный, этим пациентам можно выполнить органосохраняющую операцию. И опять-таки, дальше планировать лучевую терапию. Если на мамографии у нас есть подозрение хотя бы на мультифокальность или мультицентричность, то, естественно, эти пациенты уйдут на облучение всей молочной железы. Но если при мамосцинтиграфии у нас нет подозрения на мультицентричный процесс, то этим пациентам возможно проведение парциального лучевой терапии на ложе операционного вмешательства. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Какие-нибудь вопросы, комментарии, коллеги? Спасибо огромное. Конечно, можно. Сергей Николаевич, ну что вы? У меня короткий вопрос, но он, наверное, не только к Антонию Викторовичу, но еще к морфологам и хирургам. Дело в том, что вот когда смотришь на определение мультицентричного процесса, то мультицентричный процесс, классическое определение, это узлы, которые расположены в разных квадрантах молочной железы, он с течением времени эволюционировал до узлов, между которыми расстояние по разным авторам 2, 3, 4 сантиметра, ну то, что вот я встречал. И последнее, это процесс, который определяется вообще очень просто, но с функциональной точки зрения, наверное, наиболее логично. Мультицентричный является тот процесс, при котором невозможно выполнить органосохраняющее вмешательство. Вот как, с точки зрения вашей, все-таки можно оценить и характеризовать мультицентричный опухолевый процесс? Ну, Сергей Николаевич, позвольте, не совсем, что значит мультицентричное, при котором невозможно выполнить органосохраняющее лечение? На сегодняшний день мультицентричность не является противопоказанием для органосохраняющего лечения. Допускается хирургическое вмешательство из разных разрезов, лишь бы край резекции был чистый, вы можете сделать это из двух доступов, из трех доступов. Если размер молочной железы позволяет это сделать, и эстетический результат, который вы ожидаете, приемлемый, и край резекции отрицательный, то на сегодняшний день эта мультицентричность не стопроцентное противопоказание для органосохраняющего вмешательства. Это раз. И на сегодняшний день, конечно же, основаются границы в определении мультицентричности и мультифокальности, тем не менее, мы все-таки оперируем терминами, что мультифокальность – это опухоль в одном квадранте, а мультицентричность – это в разных квадрантах, не более того. Да, мы тоже пользуемся этим определением, потому что в зависимости от размеров железы, расстояние между узлами, находящимся в разных квадрантах, может быть меньше двух сантиметров. Спасибо. Спасибо.